Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. А сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко встретился с польским коллегой Анжем Дудой. Он прибыл в Киев накануне. Это первый визит нового польского лидера в нашу страну. В ходе встречи Порошенко и Дуда обсудили энергетическую безопасность. Президент Украины отметил важность Польши как надежного партнера в транзите европейского газа в нашу страну. Украинский лидер также сообщил, что Варшава выделит Киеву кредит – миллиард евро. Что безумовно будет сприяти торговельному обороту между Украиной и Польшей. Бо сегодня тот потенциал, который есть в международной співпрации экономической между Украиной и Польшей, он не отвечает реальным обсягам этого обороты. И реализация поглибленной и всеохоплившей зоны вільной торговли разом с СВОПом Это будет додать дополнительные возможности для субъектов господарения польской стороны и украинской стороны для расширения доступа на рынки обоих стран. Украина есть 44-миллионная страна, это очень мощный рынок. И мы ждем тут польских предприятий. И думаю, что это будет в этом только сприятие, как и запрошение украинских производителей на польский рынок. Крупная канадская компания «Бомбардье» интересуется сотрудничеством с Украиной, а именно с машиностроительными предприятиями Львовской области. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук на встрече с председателем Львовской обладминистрации. Фирма из Канады рассматривает и другие варианты, но пока остановилась на корпорации «Электрон» и львовском локомотиворемонтном заводе. Напомню, что концерн «Бомбардье» специализируется на производстве самолетов, железнодорожной техники и трамваев. В Южной Калифорнии открылся завод по опреснению воды. Научные технологии позволят ему превращать соленую тихоокеанскую воду в питьевую. Подробнее о том, как штат борется с засухами, в следующем сюжете. Последние четыре года Калифорния страдает от засушливости. Это предприятие поможет уменьшить зависимость штата от поставок воды из других регионов. Руководство нового завода считает, что опреснение также защитит местную экономику. «Какова стоимость нехватки воды? Если уменьшают её подачу до такой степени, что сокращается бизнес, теряются доходы, это вещи, после которых не восстановиться. Предприятия, не получающие достаточно воды, перебазируются туда, где она есть в изобилии». Солёная вода на заводе опресняется способом, который называется обратный осмос. «Она проходит через мембрану способом обратного осмоса. При этом соли вода разделяются. Из 10 литров морской воды мы получаем 5 литров пресной и 5 концентрированной солёной воды. Последняя потом возвращается в океан, а по пути разбавляется. Поэтому вреда морской среде не наносится». При этом местные экологи уверены в обратном. «Опреснение воды – энергоёмкий процесс с большими выбросами парниковых газов. А мы знаем, что изменение климата в значительной степени вызвано ими. В противоположность опреснению можно просто беречь воду или очищать её». По мнению критиков, опреснение также наносит вред экосистеме океана. При заборе воды будут гибнуть икринки рыб, и личинки других морских обитателей. Завод в Карлсбаде строился с 2012 года. Он будет производить более 200 миллионов литров воды в день, обеспечивая ею примерно 400 тысяч жителей округа Сан-Диего. В Австралии Санта-Клаусы занимались серфингом. Знаменитый сиднеиский пляж Бонди окрасился в красно-белые цвета. В массовом заплыве участвовали 320 санты. Их цель – войти в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд – 250 серферов. Но мероприятие не просто развлекательное, но и благотворительное. Вместе с местной школой серфинга его организовала группа, стремящаяся повысить осведомленность общества о проблемах психического здоровья. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов. Всего доброго.